еще раз привет надеюсь слышно меня нормально продолжаем наши лекции слышно видно все хорошо да все хорошо отлично итак продолжим знакомиться с возможностями которые открывает наличие именно ферментативного катализа в отличие от обычного химического катализа мы уже с вами увидели что ферментативный катализа сильно расширяет рамки возможных возможностей помимо ускорения реакции он еще дает колоссальные инструменты управление скоростями реакции ну и давайте посмотрим на то какие еще возможности скрываются за этими реакциями пока что то что мы сейчас с вами рассматривали в предыдущей лекции мы видели что кинетика ферментативных реакций катализируемых белками обычно довольно плавная кинетика это гиперболические зависимости ну или вот мы с вами увидели последний пример гемоглобин это зависимости типа хила то есть когда это степенная функция ну с относительно невысокими показателями степени это значит что зависимости скорости реакции от концентрации субстрата или регулятора какого-то чего угодно они все имеют довольно плавную зависимость если мы посмотрим заглянем в любой учебник биологии то мы очень часто увидим такие слова фермент включен фермент выключен этот процесс включился выключился но как физики мы понимаем что включился это означает что при практически что это некое скачкообразное действие то есть это разрывная функция каким образом могут быть функции разрывные или близкие к разрывным случае с такими инструментами как ферменты с такими плавными реакциями это так не очевидно кажется что это не очень то возможно один из способов это продолжать увеличивает показатель в уравнении сила то есть увеличивать кооперативность взаимодействия субъединить друг с другом но довольно громоздкий метод и мы с вами видели что кооперативность гемоглобина например определяется числом субъединиц но если четыре субъединица взаимодействует друг другом то и полинома которые получаются уравнениях не выше четвертой степени и соответственно показатель хилла тоже не может превышать четверку а четверка не так уж много для того чтобы считать кривую скачкообразной можно было бы представить себе что формула типа хила дает крутой переход очень резкий но для этого показатель хила должен быть равен ну скажем 100 или больше и тогда это будет похоже действительно на скачкообразную функцию интересно то что в качестве такого редко встречающегося казуса природного есть гемоглобины с к с высоким коэффициентом хила это гемоглобины некоторых моллюсков у них молекула гемоглобина состоит из тысяч субъединиц из тысячи и соответственно коэффициент хила у них оказывается тоже порядка сотен и выше и это возможно только если но субъединиц тысячи но это не очень практично по-видимому оказалось и такие гемоглобина такая кровь встречается только у моллюсков у некоторых видов моллюсков и она не обеспечивает такой транспорт кислорода который нужен скажем позвоночном животном которые быстро резко двигаются и нужны совсем другие скорости но помимо того чтобы просто увеличивать показатель хила то есть просто лепить одно к другому десятки и сотни субъединиц что не очень практично и природа не очень любит это делать есть оказывается и другие способы когда можно получить с помощью но не одного фермента скажем двух зависимости очень большой крутизны и вот давайте мы с вами рассмотрим один из таких примеров один из них называется ультра чувствительность нулевого порядка нулевой порядок это как бы порядок реакции сразу довольно ну ультра чувствительность ладно как там можно пытаться вкладывать в это какой-то а нулевой порядок выглядит довольно странно что такое нулевой порядок реакции химии есть реакции первого порядка это когда одна а молекула претерпевает какие-то изменения. Реакции второго порядка, когда две молекулы реагируют друг с другом, и реакции более высоких порядков, которые определяются большим количеством участников реакции. А что такое нулевой порядок? Это что за реакция, в которой нет никакого субстрата? Странно, да? Немножко необычно звучит. Сейчас мы с вами рассмотрим этот пример и попробуем в конце понять, почему это все называется нулевым порядком. Давайте рассмотрим реакцию, в которой какое-то вещество, белок, скажем, С, может быть модифицирован одним из механизмов, которые мы с вами в прошлой лекции рассматривали. Например, фосфорилирован. Ну, это будем считать, что Е1 – это протеин киназа, С – это белок, а П – это фосфорилированная форма этого же белка. И протеин киназа Е1 фосфорилирует С, превращает его в П. А другой фермент, Е2 – это протеин киназа, это фермент, который дефосфорилирует в белок. И П переходит назад в С. И эти реакции могут много раз происходить с одним и тем же белком. Белок никуда не уходит, но меняется его кинетика. Ну, какие-то его свойства. И если С превращается в П скачком, то мы можем говорить о том, что произошло переключение. Что вот система переключилась из одного состояния в другое. Ну, давайте посмотрим на кинетику этих процессов. Предположим, что реакция и первая, и вторая катализируется простыми ферментами, имеющими Михаэлесовскую кинетику. Тогда вот у нас первая реакция будет С плюс Е1, дает С1 и дает как продукт П плюс Е1, назад фермент освобождается. Ну, аналогично для Е2. И тут особенность только в том, что продукт первой реакции является субстратом второй. И образуется такой цикл. У нас концентрация С плюс П всегда остается постоянной с точностью до того, какая часть этих С и П находится в комплексах С1 и С2. Нарисуем зависимость. Будем считать, что в комплексах С1 и С2 находится небольшая часть вещества. И будем считать, что, ну, как мы, собственно, и решили, что С плюс П – это константа С0. Тогда можно нарисовать график зависимости скорости каждой из этих реакций от концентрации. Ну, скажем, нарисуем вторую реакцию. Вот красная кривая. Скорость второй реакции зависит от ее субстрата П, так как здесь показано. Это гиперболическая зависимость. Кривая с насыщением, она достигает какого-то там уровня и с какой-то скоростью идет. А вторую реакцию нарисуем немножечко наоборот. Мы возьмем в качестве оси для второй реакции ось, направленную в противоположную сторону. И ноль у нее расположен там, где П равно С0. То есть С при этом, естественно, равна нулю. И вот начало отсчета для субстрата С будет в этой точке и пойдет налево. Тогда Михаэльсовская зависимость для рефермента Е1, показанная зеленым, будет начинаться в точке 0 по С и С нулевое по П и увеличиваться влево по кривой. Зачем такой график нужен? Он очень удобен тем, что стационарное состояние в этой системе будет достигаться когда? Когда скорость первой реакции равна скорости второй. С какой скоростью образуется П, с такой же он и расходуется. В этом и только в этом случае концентрация П будет постоянной. Ну и, соответственно, концентрация С. Поэтому точка пересечения этих двух кривых нам определяет стационарную концентрацию и С, и П. И с помощью этого графика мы очень наглядно, даже особо без уравнений, можем увидеть, как будет зависимость, как будет выглядеть зависимость, скажем, стационарной концентрации продукта или субстрата от активности первого фермента или второго. Вот тут большая, сложная кривая, взятая из такой популярной лекции Феррелла, такой есть теоретик. Что на ней нарисовано? Верхняя левая картинка. Зелёным, как и на предыдущей картинке, нарисована скорость первой реакции, реакция фосфорилирования, а второй нарисована реакция дефосфорилирования. И предположим, что концентрация дефосфорилирующего фермента просто постоянна, а концентрация фосфорилирующего фермента будем постепенно менять. При этом выберем такие концентрации, чтобы константы Михаэлеса и для первой реакции, и для второй были очень большими. Тогда у нас, по сути дела, вот от этих кривых работает только начальный участок, вот этот линейный участок. И мы будем иметь дело на этой картинке с прямыми. Одна прямая красная остаётся постоянной, неподвижная, а другая кривая синяя пропорционально увеличивается с ростом концентрации фермента Е1. А теперь нарисуем зависимость стационарной концентрации С и П, вот эта точка пересечения, которая здесь показана. Ну, допустим, здесь конкретно нарисовано отношение концентрации П к полной концентрации, к П-тотал. И вот будем рисовать эту зависимость как функцию от концентрации киназа, фосфорилирующего фермента. Мы видим, что получается довольно гладенькая квази-гиперболическая зависимость. Можно решить эту систему двух уравнений и получить очень в явном виде формулу, описывающую эту синюю кривую. Ну и так понятно из этих графических картинок, что эта кривулька довольно плавненько идет к своему какому-то пределу, который довольно высоко. Это все в пределе может достигнуть единицы. Ну, хорошо. Это все в случае, когда у нас оба фермента далеки или имеют очень большие константы Михаэлеса. И знаменателем в этой формуле Михаэлеса можно пренебречь, и все получается чисто линейной зависимостью. А что, если у нас дефосфорилирующий фермент фосфатаза имеет маленькую константу Михаэлеса? Вот здесь мы видим, что уже при концентрациях порядка 0,1 П скорость достигла полумаксимальной, а при 0,2 она уже максимальная. Как тогда будет выглядеть кривая? На следующей картинке показано, что исходная эта гладкая кривая изменилась. У нас увеличение активности фермента П1, киназа, приводит к тому, что у нас точка пересечения почти не двигается. Она сидит в очень маленьких концентрациях П. Долго-долго сидит, а потом начинает резко расти, гораздо резче, чем она бы росла без этого. И получается такая как бы S-образность, что-то типа Хилла с достаточно, может быть, высоким коэффициентом Хилла. И коэффициент Хилла здесь зависит только от константы Михаэлеса. Причем, обратите внимание, мы здесь никакую сложную кооперативность не вводим. Это ферменты, работающие просто по формуле Михаэлеса. То есть тут нет никаких квадратичностей или более высоких степеней, а зависимость продукта или стационарной концентрации продукта от активности этого фермента, киназы, оказывается похожа на формула Хилла. Оказывается, имеет довольно высокий показатель степени зависимости. И он будет тем круче, чем меньше константа Михаэлеса. То есть тем круче идет эта красная кривая. Если же мы сделаем обратное, то есть сделаем очень маленькую константу Михаэлеса для киназа, а для фосфатаза оставим прямую, то у нас получится обратная картинка. У нас быстро все линейно будет расти до почти единицы, а возле единицы появится загиб. Такая резкая зависимость, гораздо более крутая, чем для формулы Михаэлеса. И получилось, что оказывается константа Михаэлеса, а именно не столько сама константа Михаэлеса, сколько тот факт, что скорость ферментативной реакции имеет насыщение при каких-то высоких концентрациях, сильно превышающих константу Михаэлеса, скорость не зависит от концентрации, то тогда у нас получаются сильные изгибы. Если мы возьмем два фермента, оба с очень маленькими константами Михаэлеса, то мы получим кривую, которая показана в левом нижнем углу слайда, на которой уже имеет очень высокую крутизну. То есть она уже очень неплохо похожа на переключатель. То концентрация фермента порядка единицы все сидит в нуле, а потом скачком переходит в верхнее состояние, и это происходит совсем в небольшом диапазоне концентрации. Если это еще и не настоящий скачок, то, по крайней мере, очень резкая зависимость. Ее тоже можно описать формулой Хила, и здесь будет очень высокий коэффициент Хила. И оказывается, с помощью Михаэлесовских ферментов можно сделать переключатель. И это делается благодаря тому, что скорость реакции перестает зависеть от концентрации субстрата при больших концентрациях субстрата, сильно превышающих константу Михаэлеса. Вот откуда берется в названии ультрачувствительность нулевого порядка. Ультрачувствительность, потому что мы, оказывается, имеем очень резкую зависимость при небольших изменениях регулятора или фермента киназа, резкое изменение скорости, а нулевого порядка, потому что это резкое изменение происходит благодаря тому, что реакция уже почти не зависит от концентрации своего субстрата. Поэтому это как бы нулевой порядок. Нету никакой. Первый порядок – это линейная зависимость от концентрации субстрата, второй порядок – квадратичная или произведение концентрации, а здесь вообще нету уже никакой зависимости. Отсюда и нулевой порядок. Вот этот пример показывает, что даже комбинация всего из двух ферментов может обладать замечательными регулирующими свойствами и давать довольно высокие степени функций, описывающих получающиеся результаты. Ну, я здесь привожу один из примеров того, что вроде бы в природе реально ультрачувствительность нулевого порядка действительно реализуется. Вот слева показаны уравнения, которые мы с вами только что использовали для описания, а справа показаны реакции, которые обнаружены при дифференцировке бабочек. Там работает некий фермент, который называется ян. И это самое… Этот ян есть прям цепь его деградации. Этот ян сначала фосфорилируется, а потом вообще разрушается. Вот схема процессов, которые здесь происходят, нарисована. И марк – это как раз протеин кеназа, которая фосфорилирует этот белок, тян, превращая его в ян-пэ. А есть фосфатаза, которая диффосфорилирует ян, отщепляя от него фосфат. Ну и кроме этого, эта фосфорилированная форма подвергается полной деструкции, уходит совсем никуда. И вот константы Михайлеса, которые получились экспериментаторы для этих двух реакций, для кеназа и для фосфатаза, оказались много меньше, чем концентрации этого белка ян. Откуда и вытекает, что кинетика изменения концентрации ян, фосфорилированного и нефосфорилированного, будет обладать практически переключающимися свойствами. При достижении некой критической концентрации переключающего фермента, этого мап-кеназы, произойдет резкий переход ян из нефосфорилированного, фосфорилированное состояние, и этот ян будет уничтожен. И это используется для дифференцировки вот этого развивающегося организма. Там сложные регуляции, сложные процессы, но вот как будто бы какая-то часть использует этот механизм для переключения. Ну, можно было бы рассмотреть еще несколько примеров того, как использование небольшого количества ферментов позволяет получать качественно довольно сложные зависимости, но я решил здесь сначала, перед тем, как мы будем говорить о более сложных сетях ферментативных реакций, поговорить о сопряжении энергетических процессов. То есть вопрос, о котором я говорил в самом начале первой лекции, это вопрос о том, а как природа использует энергию одних процессов для проведения других. Потому что, ну, мы знаем, что, скажем, молекула АТФ является универсальным источником энергии и используется в самых разных ферментативных реакциях для, как источник энергии, для проведения реакции, которые термодинамически невыгодны. Но как сделать так, чтобы отщепление фосфата не привело к тому, что выделится тепло, там достаточно много энергии или выделяется, а чтобы оно пошло на создание какого-то полезного продукта. Вот так вот, ломая голову, ничего разумного придумать, по крайней мере, мне в свое время не удалось. Я с большим удовольствием и удовлетворением почитал работы, в которых появилась расшифровка механизмов того, как это происходит. И вот давайте мы сегодня разберем достаточно подробно эти процессы. Итак, значит, если мы откроем учебник термодинамики и посмотрим, что там написано, то мы увидим, что внутренняя энергия системы может быть превращена в некую работу, если есть у нас соответствующее устройство, которое может это делать. И при этом у нас в работу превращается не все, а часть энергии уходит за счет тепла в энтропию. и формула имеет общий вид, что суммарная энергия состоит из двух членов. Есть член, описывающий изменения энтропии при данной температуре, и есть член, описывающий совершаемую работу. Но, в принципе, ТДС – это не универсальный единственный способ, как это может быть. работа могут совершать разные термодинамические силы. Это может быть изменение энтропии, может быть, изменение объема, ну, например, так сказать, давление, возникает давление, и это меняет объем, или изменение длинной под действием силы, или изменение концентрации под действием электрохимического потенциала, ну, просто химического потенциала, или электрические эффекты, когда разность потенциалов приводит к изменению зарядов, и так далее. То есть, универсально, суммарно, все описывается суммой произведений, которых интенсивная переменная температура, давление, электрическое поле умножены на дельту, на изменение соответствующих интенсивных переменных. Это, скажем, объем, заряд и так далее. Есть ли у нас термодинамический цикл, то есть, машина, которая совершает циклически работу, то у нас в цикле суммарное изменение энергии должно быть ноль. Из этого вытекает, что часть процессов будет идти с выделением энергии, а часть с поглощением, как это, собственно говоря, вот здесь выписано. Но при этом не вся энергия, которая будет выделяться, пойдет на совершение работы, как я уже выше говорил. И, соответственно, коэффициент полезного действия можно записать. Это вот совершенная работа, деленная на сумму всех этих процессов изменения внутренней энергии. эта величина должна быть меньше единицы, строго меньше единицы, коэффициент полезного действия не может быть равен единице и тем более быть больше него. Вот это ограничение, которое нам диктует термодинамика и посмотрим, как все это происходит в биологических системах, которые, конечно же, подчиняются термодинамики, но мы, как мы с вами увидим, есть очень своеобразные, очень интересные особенности этого дела. Но это мы увидим позже, а пока я хочу сфокусироваться на химическом потенциале, поскольку в основном у нас всю работу совершает изменение концентрации тех или иных веществ, а изменение концентрации тех или иных веществ происходит в результате действия химического потенциала, который в стандартном виде записывается вот таким простым образом. Для нас главное это то, что химический потенциал пропорционален концентрации вещества. И если у нас имеется какой-то процесс, в котором меняется химический потенциал, то М1 минус М2 будет равняться отношению концентрации. Если есть разные концентрации у нас где-то как-то, ну скажем, по две стороны от мембраны, то мы можем перенести вещество через мембрану, совершить некоторую работу, которая будет определяться отношением концентрации веществ по обе стороны от этой мембраны. Ну и вот восстановив в памяти эти нехитрые формулки, чтобы их не нарушать, мы попробуем понять, как природа решает разные задачи использования химических потенциалов и других потенциалов для совершения работы биологической. и сначала рассмотрим такой очень абстрактный пример, самый простой, какой только можно придумать, наверное, по крайней мере, я проще не знаю, что у нас есть какой-то белок, который может связывать два леганда. Леганды очень похожи друг на друга, активный центр белка этого способен связать и тот леганд, и другой примерно с одной эффективностью. Вот один леганд здесь нарисован черный, другой белым кружочком. И есть три состояния у белка связывающего эти леганды. Одно состояние свободное и два состояния, когда либо один леганд, либо другой связан в активном центре. Леганды являются конкурирующими друг с другом, потому что они связываются в одном активном центре, как мы это сегодня с вами рассматривали. Значит, химические реакции, которые будут протекать на поверхности такого вещества, можно описать простенькой схемой. Е либо связывает леганд L и переходит в EL, либо связывает леганд M и переходит в EM. Ну, и в системе достигается какое-то равновесие. А теперь давайте представим себе ситуацию, что все это находится в некой мембране, внутри которой может вот этот белок, связывающий эти два леганда, вращаться. И допустим, что у нас есть химический потенциал, то есть концентрация этих легандов по одну сторону от мембраны отличается от концентрации по другую сторону мембраны. И вот этот белочек, связывающий леганды либо L, либо M, может вращаться в мембране. И тем самым является как бы переносчиком. Он переносит ионы с одной или иной, не ионы, а леганды. Это могут быть и не ионы. Переносит леганды с одной стороны на другую и обратно совершенно симметричным образом, но совершенно все равно. Единственное, на что он будет реагировать, это на вероятность найти тот или иной леганд с той или с другой стороны от мембран. но что будет происходить в такой машинке, если у нас, допустим, в верхнем отсеке легандов много и того и другого, а в нижнем мало. Концентрация леганда сверху и снизу разная. Но схема, которую мы должны для этого рассмотреть, выглядит вот так. вот у нас была цепочка реакций ЕЛ, Е, ЕМ. Теперь она удвоилась. Эти же реакции происходят и в другом отсеке, и надо поставить другой индекс. И есть переходы. Каждая из форм Е переходит с одной стороны на другую, ЕЛ переходит с одной стороны на другую, и ЕМ переходит с одной стороны на другую. Давайте посмотрим, как такая машинка будет работать. Мы напишем соответствующие уравнения. Предположим, что все константы максимально одинаковы, чтобы все предельно упростить. И посмотрим, с какой скоростью будут переноситься леганды туда и обратно, и какие будут достигаться стационарные концентрации. И вот как выглядит решение этой системы для случая, когда молекулы связываются и развязываются с одними и теми же константами, и переносы происходят одинаково, с примерно одинаковыми константами, независимо, есть там леганд, и какой леганд, или его вообще нет. Ну, как легко сообразить, результат будет очень простой. у нас допустим начальные условия были такие, что в верхнем отсеке у нас леганда L было 4 условных единицы, а леганда M было 2 условных единицы. А потом мы открыли доступ мембраны к этим двум отсекам, да, во втором отсеке был 0, и для L, и для M. Мы открыли доступ ко второму отсеку, где пусто, и, естественно, леганд L1 начал туда переноситься, и переносился до тех пор, пока не распределился равномерно. Во втором отсеке вот L2 было 0, стало 2, в L1 было 4, стало 2. Выровнялись. Точно так же M1 было 0, и 2, и стало 1, и 1. Ну, то есть наличие общего центра связывания, который может связывать и L, и M, в этой ситуации не приводит ни к какому взаимовлиянию. Точнее, тут небольшое взаимовлияние мы видим, вот тот леганд, которого было меньше, он имеет немножечко немонотонную кинетику. Ну, это копеечная разница, на которую можем не обращать внимания. А в целом, как бы, все происходит относительно независимо. Ну, и, соответственно, если у нас исходно были одинаковые концентрации по обе стороны от мембраны, они такими и останутся, а если, это верхняя картинка, если были одинаковые концентрации, то есть разные концентрации в разных отсеках, и L было с одной стороны много, а M было с другой стороны много, то в конце концов, независимо от этого, много или мало, что в верхнем случае, что в нижнем, произошло выравнение. Концентрации совершенно одинаковые. Что можно сделать? Можно ли как-то устроить так, чтобы эти леганды влияли друг на друга? Перенос одного леганда как будто бы, ну, допустим, вот возьмем L, его много на нижней картинке, а M, допустим, было бы одинаково по обе стороны от мембраны. Можно ли как-то сделать так, чтобы L, вот этот вот химический потенциал, который в этой системе есть, был использован для переноса молекулы M против градиента. И что для этого нужно сделать? Ну, оказывается, что в этой системе происходит взаимосвязь в случае, если мы введем просто кинетический запрет. Нам не нужно предполагать никаких химических свойств специальных ОЛ и ОМ, что они как-то между собой взаимодействуют, как-то друг другу передают энергию. Ничего этого не нужно. Оказывается, что достаточно просто сделать этот переносчик таким, чтобы он в свободной форме не переносился. Ну, например, ионы у нас М и Л это ионы положительно заряженные, например, калий, натрий, а переносчик, естественно, заряжен отрицательно в активном центре, туда, куда связываются эти положительные ионы. Из-за того, что он отрицательно заряжен, он не может проворачиваться в мембране. И перенос Е из отсека 1 в отсек 2 запрещен. А переносы в ситуации, когда есть легант, из-за того, что легант имеет положительный заряд и компенсирует, нейтрализует отрицательный заряд переносчика, могут легко проворачиваться в мембране и переноситься с одной стороны в другую. То есть, мы вводим чисто кинетический запрет. Один из процессов оказывается невозможен в силу структуры переносчика. И тогда интересным образом получается, что независимо от того, что у нас здесь L и M связываются независимо, но они связываются в одном активном центре, через это происходит взаимодействие, что может связаться либо тот, либо другой, образуется связь. Если мы теперь рассмотрим ситуацию, когда исходно у нас L1 в одном отсеке была концентрация 0, вот начальные условия берем, а в другом отсеке в L2 концентрация была 2, а M1 второй леганд был одинаков по обоих отсеках и в левом и в правом было по единичке, то оказывается, что перенос леганда L1 из отсека 2 в отсек 1 не происходит до единицы, не переносится L, L не достигает своего равновесного состояния, когда и слева, и справа одинаковые концентрации L, как это было в исходном случае, когда все три формы могли переноситься. А концентрация L уменьшается всего на 0,5 и при этом на 0,5 возрастает концентрация M, то есть как будто бы химпотенциал леганды L пошел на работу по переносу по созданию градиента концентрации леганды M. У нас концентрация M в отсеке 2 выросла, а в отсеке 1 уменьшилась. То есть у нас имеет место так называемый антипорт. Молекула леганда L2 переходя с одной стороны в другую, как бы помогает молекуле М перейти навстречу. То есть возникают встречные потоки. Ну и это понятно почему. Давайте посмотрим на эту схему. Если у нас допустим слева леганд L перешел из отсека 1 в отсек 2, то вместе с ним перешел и переносчик. И теперь этого переносчика внизу много. А назад он не может вернуться в своем как бы исходном виде. То есть перенес L по градиенту и дальше снова вернулся назад в нейтральной форме и опять перенес по градиенту. Тогда можно было бы выровнять градиенты. А здесь это невозможно. Здесь этот самый переносчик E может вернуться назад только связав L то есть сведя на нет то что он только что сделал по градиенту либо что более вероятно он свяжется с M которого по обе стороны было примерно одинаково и перейдет назад в верхний отсек в форме E M там M высвободится и он может опять связать L и опять пойти вниз и получается так что они замкнулись в кинетическом смысле никакого термодинамического взаимодействия между ними нет никто никому никакую энергию не передает но кинетически они связаны оказались между собой вынужденным образом один переносит другой для того чтобы появился переносчик вот вот такой антипорт показывает что на самом деле кинетика процессов может совершать термодинамическую работу вот конечно здесь никакого нарушения нет нарушения термодинамики и вот у нас была нижняя картинка исходно был градиент L и не было градиента M в результате спустя какое-то время градиент L уменьшился а градиент M вырос но при этом уменьшение градиента L ровно равно увеличению градиента M в точности как бы здесь КПД переноса оказался равным единице и градиенты эти равны друг другу но направлены в разные стороны если посмотреть как на эти процессы влияют константы допустим константы связывания первого леганда и второго леганда то мы увидим что константы влияет на кинетику достижения вот этого неравновесного состояния когда каждый из легантов неравновесно распределен по обе стороны от мембраны но суммарно они находятся в термодинамическом равновесии то скорость с которой совершается эта работа зависит от констант но результат от констант не зависит результат определяется только схемой реакции схемой процесса ну хорошо если мы изобрели мы в кавычках мы пахали это нас это все люди сделали аккуратно разобрались а мы теперь этому учимся если оказывается что все так просто что достаточно в кинетической схеме ввести какие-то запреты то есть на уровне конструкции на уровне молекулы переносчика сделать ее таким хитрым образом чтобы какие-то были запреты то может быть там имеет смысл сделать запрет на перенос EL и EM ну то есть поставить этот запрет симметричным образом тому что было до этого то у нас запрет был на среднюю цепочку реакции то мы две крайние закроем а среднюю оставим открытой что при этом произойдет будет ли при этом симпорт или вообще какой-то порт чего-то куда-то будет переноситься или нет ну элементарно видно что ничего никуда переноситься не будет потому что переходить из одного отсека в другой может только переносчик в свободном виде и не ни один ион он не перенесет ни туда ни обратно схема не работает то есть работает только тот запрет который мы с вами рассмотрели ну ладно не работает и не работает возьмем и упростим задачу один закроем то есть M не может переноситься через мембрану а все остальное может что при этом произойдет будет ли какое-то сопряжение переноса L с переносом M но опять не будет опять получилась чистая ерунда потому что L может переноситься через мембрану и свободный переносчик может возвращаться обратно и снова переносить и снова переносить пока L не выровняются градиенты по обе стороны а M при этом переноситься не будет вообще никогда какой был такой и будет оставаться никакого влияния L на M тоже не получается то есть эта схема работает только в случае когда у нас запрет касается именно свободной формы фермента ну так что же больше ничего нельзя сделать что ли можно можно сделать ситуацию когда перенос будет не только в виде антипорта то есть на одну молекулу или ион перенесенный для леганда L с одной стороны в другую навстречу будет переноситься леганд M ровно тоже одна молекула если сделать переносчик более сложным то есть сделать так чтобы на переносчике и L и M могли связываться независимо друг от друга у каждого свой сайт связанный казалось бы мы разрушаем самую главную идею предыдущей конструкции там все работало благодаря тому что они связывались в одном центре конкурировали друг с другом за это место и так далее а здесь мы говорим да не не нужна нам никакая конкуренция пусть каждая из них связывается в своем собственном центре и у нас все тоже остается теперь схема связываний стала более сложной у нас есть состояние в котором переносчик свободен есть состояние в котором переносчик связан с L или с M как и было раньше но еще и появилось состояние в котором переносчик связан одновременно с двумя и с L и M И все четыре формы могут переноситься по вертикальным граням этого кубика. Сверху отсек один, снизу отсек два. Понятно, что если никаких запретов нет, все будет работать независимо. И то, что у них есть единый сайт связывания, или каждый связывается в своем сайте, ни на что не влияет. Все они будут переноситься по градиенту, каждый по своему, и никакого фокуса не будет. Но если мы запретим переносы теперь уже не свободной формы, которая была из один в пять, а тех форм, которые связаны с легандом L или с легандом M, то, что мы пытались сделать в той схеме, и ничего не получилось, здесь, оказывается, спокойно будет работать. Потому что у нас через мембрану не переносится леганд L и не переносится леганд M независимо. Они переносятся только вместе, только когда оба связались, каждый в своем центре. А свободная форма, от когда оба освободились, может вернуться обратно. И такая машинка прекрасно работает в другую сторону, как симпорт. И картинки здесь меняются на противоположные. Градиенты становятся встречными, молекулы переносятся вместе. Градиент один работает на градиент другой. Так же точно, как и раньше, но только знак поменялся. Но эта схема богаче, чем была предыдущая схема. В ней можно сделать еще один вариант. В ней можно сохранить те ребра, которые были рабочие в предыдущей схеме, введя запрет на перенос либо свободной формы, либо формы, в которой связаны оба леганды. Тогда эта машинка работает как антипортер, точно так же, как работала та машинка, в которой не было двух сайтов связывания. Для нее ничего не изменяется, и все картинки остаются прям очень-очень похожие на антипорт в более простой машине с одним сайтом связывания. Казалось бы, ну хорошо, это все с ионами. Ионы переносим с одной стороны мембраны на другую, одни ионы таскают другие, эти градиенты толкают друг друга. Все замечательно, но а как это относится к ферментативным реакциям, которые происходят без всяких мембран, в одном едином отсеке, в одном общем реакторе? Можно ли там сделать как-то так, чтобы одна реакция могла влиять на другую? Но вообще говоря, оказывается, не очень сложно сообразить, что ферментативная реакция – это тоже тот же поток. Только здесь поток через мембрану, а там поток вещества превращения из одного состояния в другое. И эти потоки, оказывается, тоже можно сопрягать между собой. Вот давайте посмотрим, как это происходит. Допустим, что у нас есть две ферментативные реакции. Допустим, обе обратимые. И каждый из них катализируется своим собственным ферментом. Есть фермент Е1, есть фермент Е2. И есть реакции превращения субстрата С1 в П1 и субстрата С2 в продукт П2. Ну, понятно, что если мы в одном реакционном сосуде смешаем эти два фермента и два их субстрата, то каждая реакция будет идти независимо друг от друга, если нет каких-то химических влияний друг на друга. Какой-то из них там меняет PH или там выделяет тепло или еще что-то такое. Допустим, все гладкое, и одна реакция на другую не влияет, все совершенно независимо, то понятно, что и реакции будут протекать совершенно независимо. А теперь давайте представим себе, что мы взяли эти два фермента и соединили между собой, сделали одну общую молекулу. И каждый из ферментов остался таким, как он и был. И продолжает выполнять свои реакции. Схема реакции несколько усложнилась. Теперь у нас две Михайлисовские схемы слились как бы в одну, потому что ферментов два. Но, по сути, ничего не изменилось. Все так же. Каждый из этих ферментов может выполнять свою работу, переходя из одного состояния в другое и обратно. И все. Никакого сопряжения нет. Обе реакции идут по своим градиентам. То есть, если много субстрата и мало продукта, они переводят субстрат в продукт. Если наоборот, то наоборот. Вот это как будут меняться концентрации S и P в случае, если константы все одинаковые, и сначала было много субстрата S и 0 продукта P, что обычно для ферментативных реакций. И то же самое для субстрата S2. Много было S2 и 0 P2. И через какое-то время, если константы одинаковые, то через одно и то же время, результат будет такой, что будет достигнуто равновесие. Обе реакции придут к тому, что P1 будет равно S1 и составляет половину от исходного количества. И S2 будет равно половинке. И P2 тоже будет равно половинке. И все у нас выровняются. Ну, если у нас параметры разные у этих двух реакций, одна идет гораздо быстрее, чем другая, нет проблем. Каждая идет со своей скоростью и не влияет друг на друга. Ну, если у нас эти самые реакции имеют другие константы, я все время меняю константы первой реакции, оставляя вторую неизменную. Допустим, что у нас первая реакция практически необратима. S практически полностью превращается в ноль и все переходит в P. Это тоже никакой разницы. Ни на что не влияет. Все остается для второй реакции. Все остается как было. Вот. Можно менять сколько угодно, как угодно, ничего не происходит. А теперь, уже зная результат, который получен на переносе ионов через мембрану, может быть, запреты каких-то потоков помогут? Оказывается, да. Совершенно замечательным образом та же самая идея прекрасно работает. Мы можем запретить, например, внешний контур и оставить только внутренние реакции. Это довольно сложно понимать на этих стрелках слева, но легко очень видеть на правой картинке, где все нарисовано в виде обычных биохимических зверюшек или овощей с разными хитрыми формами и цветами. Мы сделали последовательный процесс. Смотрите. Вот исходная молекула фермента. Это вот коричневый звер с двумя дырками слева и справа. Это как бы две половинки, из которых мы образовали новый химерный фермент. Один – это один фермент, Е1, допустим, левый, а правый – это Е2, второй фермент. И, допустим, из-за того, что это теперь одна единая молекула, она в своем исходном виде имеет такую конфигурацию сайтов связывания, что может связывать только субстрат С1. Это и означает тот запрет, который нарисован на левой картинке. А субстрат С2 связаться не может. И тогда у нас первая реакция – это связывание субстрата С1. И когда субстрат С1 сел на свое место, у нас меняется конформация этого гибридного фермента, фермента, состоящего из двух половинок. Общая конформация меняется как бывшего фермента Е1, так и бывшего фермента Е2. И меняется так, что активный сайт второго фермента становится подходящим для своего субстрата. И второй субстрат может связаться. При этом реакции в первом сайте не происходят. То есть связывание-то произошло, а переход фермент-субстратного комплекса в фермент-продуктный комплекс не может произойти, пока не связался субстрат С2. Вот теперь связался субстрат С2, это опять меняет конформацию обеих этих половинок. И теперь первый фермент Е1 становится способен превратить субстрат С1 в субстрат П1. Прекрасно. Но при этом и С2 может перейти в П2, может и не переходить. Это может быть две стадии, может быть одна, неважно. Важно то, что субстрат С1 не мог перейти в П1, пока не связался субстрат С2. И после того, как реакция произошла, субстраты перешли в продукты, продукты не могут освободиться независимо. Опять все та же игра, как в самом начале. Сначала конформация такая, что может выпустить только продукт П1, а продукт П2 продолжает оставаться связанным. И, наконец, когда продукт П1 вышел, опять изменилась конформация, и теперь продукт П2 может отсоединиться, и система вернется в свое исходное состояние. Получилось так, что обе реакции завязаны друг на друга чередующимся образом. Они делают свои шаги по очереди. Здесь есть шаг связывания субстрата, шаг превращения, шаг отвязывания субстрата. И вот каждый из этих шагов теперь чередуется со вторым ферментом. Это мы сделали примерно то же самое, что делали с переносом ионов. Мы запретили перенос свободной формы, и поэтому перенос одного леганда чередовался с переносом другого. Либо в ту же сторону, либо в противоположную, но важно, что они были жестко завязаны друг с другом. Так и здесь. В результате такого конформационного изменения молекулы мы сделали так, что стадии этих двух ферментативных реакций чередуются последовательно друг с другом. то есть на самом деле здесь произошло то же самое, что было и в наших предыдущих рассуждениях, где это все делали разные леганды. Ну или в случае с гемоглобином сам кислород являлся этим же самым регулятором. Он же был продуктом, субстратом, продуктом реакции, и он же был аллостерическим регулятором. А здесь аллостерические взаимодействия связывают между собой две ферментативные реакции. Причем, как мы видим, активные сайты у них совершенно разные, могут находиться в разных местах и никак друг на друга не влияют. Химия каждой из этих ферментативных реакций оказывается своя. Мы никак на нее не влияем. Мы не мешаем одному из ферментов делать свою химическую работу, а другому свою, но вводим запреты. Не может эта реакция протекать независимо от другой. Каждая стадия происходит только после того, как получат разрешение от предыдущей стадии другого фермента. Это легко сделать, поскольку это конформация, это структура молекулы белка. Это то, чего совершенно невозможно в химических реакциях, а в ферментативных реакциях. Пожалуйста. И вот если мы сделаем такую химерную молекулу с двумя активными сайтами, двумя активными центрами, где происходят две разные химические реакции, то оказывается, что кинетика этих процессов будет связана друг с другом. Если все константы равны и все находятся в исходном состоянии С1 и С2, и вот реакции пошли, несмотря на это чередование, которое мы ввели, все придет к своему финальному состоянию. Но если мы возьмем разные начальные концентрации, и первый фермент у нас сильно неравновестен, он хочет провести свою реакцию до равновесия, то есть до половинки, но при этом второй фермент находится в равновесии со своим продуктом, субстрат с продуктом С2 и П2, равновесно, в половинке находятся, то оказывается, что произойдет использование энергии первого фермента, энергии первой реакции для проведения второй реакции против термодинамического равновесия. мы в результате, у нас С1 не упадет до равновесного состояния, а израсходуется как бы в два раза меньше, но зато при этом половина во второй реакции из равновесия неравновесия перейдет в неравновесное состояние. И в этой системе произойдет сопряжение энергетическое, химического взаимодействия никакого нет. Каждая реакция идет сама по себе, по своим химическим законам, а энергетическое сопряжение есть. Если одна из реакций была сильно неравновесна, то она приблизилась к своему равновесию на сколько-то, и при этом вторая реакция удалилась от своего равновесия. То есть реакция прошла против термодинамического направления. И это то, чего мы хотели. Это как раз тот желанный результат, в котором мы можем использовать энергию одного из процессов, процесса с выделением энергии, и при этом использовать эту энергию так, чтобы провести другую реакцию против равновесия. Использовать, как бы использовать эту энергию для проведения второй реакции. Но где здесь передача энергии? Разве расщепление субстрата С1 сопровождалось запасанием этой энергии где-то внутри этой молекулы и передачей этой энергии в другой активный центр? Нет. Нигде этого не было. Энергия, которая выделялась в ходе этого процесса, шла на изменение конформации молекулы белка. А изменение конформации влияло на скорость второй реакции. это так же, как было с ингибиторами и активаторами. Мы где-то сбоку чего-то нажали на какую-то кнопочку, а реакция пошла быстрее или медленнее. А здесь оказывается, что реакция не просто пошла быстрее или медленнее, а реакция пошла в другую сторону. Она пошла против равновесия. Понятное дело, что суммарно в данном случае не происходит никакого выигрыша энергии. сколько энергии потратилось, столько и в первой реакции, столько и пошло во второй реакции. Но КПД этого процесса может оказаться близким к единице. Вот так как мы рассмотрели строгие запреты, они дают строгую единицу КПД. А когда оно будет меньше единицы? Ну, когда запреты не строгие, когда изменение конформации таково, что, например, субстрат С1 связался, а для того, чтобы субстрат С2 связался, нужно было, чтобы субстрат С1 обязательно связался. А может быть, есть небольшая вероятность связывания субстрата С2 из-за того, что запрет был не очень строгий. Ну, и тогда, естественно, появляется утечка и появляется снижение КПД. Уже КПД не будет стопроцентным. Ну, и понятное дело, что запреты такого сорта или потенциальные барьеры, которые здесь меняют эти разные реакции, они никогда не бывают абсолютными. И поэтому КПД никогда не бывает стопроцентным. Так, собственно, и требует термодинамика. Но при этом этот КПД может быть довольно близок к 100%. И обратите внимание на то, что делает эта сложная машинка, которая состоит из двух ферментативных машин, из двух ферментов. Она меняет барьеры. То есть делает ровно то, что делает фермент всегда и в нормальной классической реакции. Фермент по определению не влияет на термодинамику, а снижает барьер для протекания той или иной реакции. Но он его снижает не до нуля, а за счет чего происходит все-таки реакция. Она происходит за счет тепловых флуктаций, то есть работает тепло. Какой бы фермент ни был, а преодоление барьера происходит за счет тепла. И поэтому все ферментативные реакции ускоряются с увеличением температуры. Ну и понятное дело квант тепловых флуктуаций становится больше и быстрее, чаще мы переходим через барьеры. А тут вот та же самая идея изменения барьеров используется для других целей. она используется для введения запретов на некоторые процессы и это приводит не только к увеличению скорости или уменьшению скорости, но это приводит к сопряжению двух процессов. Последовательное изменение барьеров уже теперь это не просто один раз навсегда изменен барьер, а барьер то и дело меняется, то для одной стадии, то для другой, он то вырастает, то снижается. Мы получили вместо как бы тупого катализатора, который просто снизил барьер реакции и все, мы получили машину. Это машина, которая циклически работает, она периодически меняет ну по циклу не периодически, а по циклу меняет барьеры, то есть она она непрерывно меняется. Фермент этот, который работает как устройство сопряжения двух реакций, он непрерывно меняет свою конформацию в ходе этого процесса и меняет ее циклически. Он проходит через несколько состояний, каждое состояние со своими барьерами и потом на самом деле возвращается в свое исходное состояние. и оказывается, что конформационные изменения, которые возможны в белке, это такой замечательный инструмент, что с его помощью можно не просто ускорять реакции, но и можно сопрягать реакции, можно использовать энергию одних реакций для проведения других. Это совершенно меняет все дело. Благодаря этому в биологии возникает возможность синтезировать любые молекулы, сколь угодно сложные, сколь угодно нестабильные, если только есть энергия. Достаточно иметь один источник энергии, скажем, Солнца, запасать эту энергию в виде каких-то соединений, которые делаются в результате фотосинтеза, а потом использовать одни и те же соединения для проведения любых реакций, потому что этот химерный фермент, фермент с двумя активными сайтами, можно делать для любых реакций. И больше того, как оказывается, что в большинстве случаев такие ферменты и состоят из субъединиц, то есть как будто бы эволюционно оно так и получилось. Был один фермент, был другой фермент, они случайно склеились между собой, образовали такой вот большой комплексный белок, и этот белок заработал как сопрягающее устройство и позволил использовать энергию одной реакции для другой. И еще одно колоссальное достоинство, то, что химически эти два процесса совершенно могут быть непохожи друг на друг. Ну, ничего общего. Какие угодно реакции можно ускорять с помощью одного и того же источника энергии. Это, конечно, очень впечатляет. Природа придумала такие потрясающие штуки, что, конечно, диву даешься. Вот вот хочу еще обратить ваше внимание на то, что в этом случае во всех этих машинках огромную роль играет тепло. Из физики мы привыкли считать, что тепловая энергия самая плохая. Если нам надо сделать тепловой двигатель, ну, скажем, паровоз, то КПД у него будет всего 5%. Если мы очень постараемся и сделаем современный двигатель внутреннего сгорания, то за счет более высокого перепада температур, поскольку КПД определяется разностью температур нагревателя и холодильника, мы можем поднять это КПД до 30%, может, до 40%, тянем, но нужны бешеные энергии нагревания, очень высокие температуры, а здесь тепло работает вовсю, при этом не нужно никаких высоких энергий, не нужно никакого нагревания, охлаждения, и КПД этих реакций оказывается может быть близким к 100%, иногда даже прям практически полностью 100%, без перепада температур, а тепло работает, ни одна из этих реакций не будет происходить, если нет тепла, то есть если охладить любую биологическую систему, то все остановится, мы это хорошо знаем, это и есть смерть, вся биология замирает или вообще умирает, если температура снижается ниже какой-то. И это как раз вот здесь очень наглядно видно. Все эти реакции происходят за счет тепловых флуктуаций. Парадоксальная вещь, поразительная. И как так может быть, что в ходе этих реакций тепло работает так здорово и так эффективно, КПД почти 100%, а в паровозе мы не можем получить 100% и даже 20% очень трудно получить. Но смысл этого состоит в том, что мы переходим на молекулярный уровень. у нас молекулы маленькие очень. И одной тепловой флуктуации на одной единственной степени свободы достаточно, чтобы прошла реакция. А представьте себе двигатель внутреннего сгорания или цилиндр поршень паровоза. Там сколько молекул нужно нагреть для того, чтобы поршень двинулся. Огромное количество. И при этом какая часть этих молекул будет давить на поршень, понятное дело, что небольшая. А остальные на что будут давить? На цилиндр. На стенки цилиндра будут давить во все стороны, поскольку это равномерно. А это давление, кроме как нагревания, ничего не дает. Работу совершает только движущийся цилиндр. Вот если бы можно было одной тепловой флуктуации или в ходе одной единственной реакции вызывать движение только цилиндра и ничего больше не нагревать, вот тогда была бы прекрасная идеальная машина с КПД порядка 100%. Так вот она и есть. Вот это эти самые машины, это биологические молекулы, это ферменты, которые умудряются выполнять такого сорта работа с КПД порядка единицы. И наступает в некотором смысле справедливость. Тепловая энергия становится ничуть не хуже любых других. Она может использоваться со стопроцентным КПД, и она может использоваться для превращения в работу любого типа. Это не обязательно химические превращения. Это могут быть и работы совсем другого типа. Ну давайте посмотрим немножко что тут дальше мы видим. Мы видим, что если первая реакция, которая выделяет энергию, может проходить глубже, то есть у нее равновесие сильно сдвинуто в сторону продукта, то и более сильные изменения могут происходить во второй реакции. Она дальше может уйти от своего состояния равновесия. Вот. Ну, значит, думаю, что это все нюансы, которые показывают как влияют константы этих процессов на результат. можем это все пропустить. Вот. И поговорим немножко об универсальном источнике энергии. Это что такое? Если одна из реакций в этой системе специально сделана так, что концентрация субстрата этой реакции остается всегда примерно постоянной, концентрация продукта близка к нулю или ноль, то есть эта реакция сделана очень сильно неравновесной, то тогда такая реакция может приводить к тому, что вторая реакция будет происходить практически полностью. Вот здесь мы видим 0,9 к 0,1. при том, что первая реакция осталась практически неизменной. И это природа и использует. Она использует в качестве источника энергии очень небольшое количество молекул, которые называют макроэргическими. Это молекулы, которые в клетке находятся в состоянии сильно далеком от термодинамического равновесия и поддерживается это термодинамическое неравновесие специальным образом. И благодаря этому эта молекула становится универсальным источником энергии для разных реакций, какие тут могут быть. Ну вот АТФ самый главный, самый широко известный источник энергии для разных реакций. Реакция АТФ, превращение АТФ в АДФ плюс фосфат, эта реакция имеет равновесие, при котором концентрация АТФ, АДФ и фосфата примерно одинаковая. Ну, немножко больше АДФ, чем АТФ. А в клетке за счет специальных других реакций, которые постоянно протекают, поддерживается ситуация, когда концентрация АТФ в 10 раз превышает концентрацию АДФ. И это состояние постоянно поддерживается. Ну и понятное дело, что это сильно неравновесная ситуация, и поэтому АТФ и является источником энергии. Если бы АТФ находился в термодинамическом равновесии со своим продуктом АДФ, то и никакого толку от АТФ бы не было. Никакие реакции за счет него происходить бы не могли. Так, ну, давайте рассмотрим еще пару примеров, которые показывают, что наличие ферментов с их замечательной способностью менять свою конформацию, точнее, не ферментов, а вообще белков, позволяют делать и более сложные процессы. Мы с вами рассмотрели, как с помощью белков можно переносить ионы и сопрягать перенос одних ионов с другими, и даже не ионов, одних молекул с другими, и посмотрели, как ферментативные реакции можно сопрягать друг с другом. Но здесь ограничений нет вообще никаких. Например, можно сделать молекулу, которая будет сопрягать химическую реакцию с переносом ионов. И что это такое? Например, натрий-калевая атефаза или кальциевая атефаза, какой-то насос, который переносит ионы. И как он их переносит? Он переносит их против градиента. Он связывает их там, где ионов мало, и отдает там, где ионов много. За счет чего? За счет того, что меняется конформация ион-связывающего центра, кальций-связывающего центра. А почему она меняется? А потому, что происходит ферментативная реакция. Этот белок одновременно является ферментом, но в частности атефазой. Он расщепляет АТФ и при этом изменяется конформация и сама конформация для расщепления АТФ зависит от положения связанной ионы или не связанной. И ровно так же точно, как мы завязывали две ферментативные реакции, мы завязываем между собой ферментативную реакцию с переносом. Вот внизу нарисована схема этого процесса и как только мы здесь введем запреты такие же как и в предыдущих случаях, мы сделаем машинку, которая будет переносить ионы против градиента используя энергию АТФ. Ну что замечательно, что вообще-то говоря, можно сделать и наоборот. И так оно и сделано в митохондриях. АТФ синтаза работает так. Там градиент ионов наоборот уменьшается и перенос этих ионов протонов через мембрану приводит к тому, что АДФ превращается в АТФ. Идет синтез АТФ. То есть мембранный транспорт, перенос веществ через мембрану можно сопрячь с ферментативной реакцией точно так же, как две ферментативные реакции. И все будет прекрасно работать. Не рассматривая детали этого дела, это предстоит делать вам, каждому, кому попадет такой вопрос. Ну, вот здесь просто показано, что картинки получаются совершенно те же самые, и одна реакция происходит за счет другой, но либо в одну сторону, либо в другую. Если продукт и субстрат не в равновесии, а концентрация ионов в равновесии, то, значит, если никакого запрета нет, каждая из реакций идет сама по себе. Здесь, значит, продукт и субстрат были в равновесии, а концентрация ионов не в равновесии, но они выровнялись сами по себе, причем не влияя на продукт. Здесь обратная ситуация. А если мы теперь введем запреты, запреты, а эти запреты ровно то же самое, что было в предыдущем случае, вот на нижней картинке это хорошо видно. Симметричные ветви закрываем и заставляем процесс идти циклически. Одна стадия ферментативной реакции, следующая стадия перенос ионов, потом опять стадия ферментативной реакции, опять перенос ионов, и тогда получаются вот такие картинки. Тогда каждый из процессов влияет на результат. Если продукты субстрат были в равновесии, а концентрации ионов были неравновесными, то движение ионов приводит к нарушению равновесия между субстратом и продуктом, то есть к синтезу АТФ, например, и наоборот. Значит, концентрации ионов можно сделать разными благодаря тому, что реакция будет частично расходовать субстрат. Ну, здесь все та же самая ситуация. Если мы поддерживаем концентрацию АТФ постоянной, если мы держим одну из реакций постоянно сильной неравновесной, то мы можем сделать очень большое неравновесие и по йонам тоже. Ну, и уже как бы в завершение этого рассмотрения я хочу посмотреть на то, как устроена молекулярно реальная молекула натрий-калевая АТФ-фаза. То есть белка, который использует энергию АТФ для переноса ионов натрия и калия. И мы видим здесь две части, относительно они связанные друг с другом. Вот эта мембранная часть, здесь 10 субъединиц, 10 спиралей, которые пронизывают мембрану насквозь, делая такой сложный канал. В этом канале, вот в его центральной части, вот здесь находятся аминокислоты, которые отвечают за связывание катионов натрия и калия. А АТФ-ный домен находится в совсем другом месте. Он в цитоплазме, он с мембраной почти никак не связан. И он связывает АТФ и расщепляет АТФ до АДФ. И при этом вот эта вот вся сложная конструкция, которая здесь наверху нарисована, она работает как некоторый механический, как некое механическое устройство, которое меняет конформацию второй части этой молекулы, той части, которая сидит в мембране. и вот этот привод АТФ расщепляется в одном и том же месте, а вот это механическое сопряжение определяется относительно небольшой частью молекулы, которая приводит к тому, что устраивается вот это изменение барьеров, и перенос ионов через эти рычаги влияет на расщепление АТФ на определенной стадии, а расщепление АТФ влияет на перенос ионов, это приводит к сопряжению, к тому, что энергия АТФ тратится на создание градиента. И вот эта часть фермента, которая связывает АТФ, это так называемый ААА протеин, белочек ААА. Это белочек, который расщепляет АТФ и использует эту энергию для того, чтобы совершать некую механическую работу. Вот у него центр связывания АТФ сидит где-то в середине, а справа как бы рычаги, вот эти части спиральные в результате расщепления и связывания АТФ двигаются туда-сюда. И вот этот белок, когда-то изобретенный по-видимому в природе один раз, используется в огромном количестве современных белков, в которых сопрягается энергия расщепления АТФ с каким-нибудь процессом. И смотрите, сколько тут разных процессов. Ну, во-первых, этот белок работает в обратную сторону. Он работает в АТФ-синтазе для синтеза АТФ, так как я сказал. А кроме этого, он работает как АТФ-фаза, то есть он расщепляет АТФ или даже ГТФ. При этом происходят самые разные работы. Это домен, этот блок есть в миозине, который совершает мышечную работу, просто двигает наши мышцы в трансдуцинии, в геликазе, в кеназах, в куче разных белков, которые совершат совершенно разные работы. И фосфатазы, и кеназы, и хеликазы, раскручивающие молекулы ДНК. Мы со всеми этими молекулами еще будем иметь дело, но смотрите, какое гигантское разнообразие использует одну и ту же идею. Природа очень экономна, она находки, хорошие находки, очень такие полезные, не переизобретает, она их просто переносит из одной молекулы в другую, достигая тем самым замечательных результатов. Вот другой насос, который транспортирует кальций, у него изменена вот эта желтая часть, то, что проходит через мембрану, а внизу висит все та же ААА часть, домен ААА, который расщепляет АТФ и двигает туда-сюда эти рычаги, меняя проницаемость мембраны для кальция. Я, ну, здесь более подробно нарисовано, как кальций расположен, я сейчас не буду все эти варианты рассматривать, я рассмотрю только один единственный цикл, как работает натрий-калевый насос, и его можно себе представить условно в виде такой циклической схемы. Это вот на самом деле эквивалент термодинамической машины, ну, скажем, цикла Карно. Вот это термодинамический цикл работы атоэфаз. Он происходит при постоянной температуре, но тепловые флуктации здесь постоянно нужны, и у этого фермента есть несколько сайтов связывания и несколько состояний. Здесь показаны только сайты связывания ионов. И начнем с первого состояния. В этом состоянии этот самый ковш этого фермента открыт ионом, который находится внутри клетки. И у него слева сайты связывания натрия, а справа сайты связывания калия. Ну, и на схеме так вот схематически показано, что кальцевые для натрия сайты кругленькие, гладкие, и натрий легко может связываться, а сайты для калия сильно искажены, и они не могут связывать калий. После того, как натрий связался, конфигурация этой молекулы меняется, и она становится атефазой. Она может расщепить молекулу АТФ, выбросить АДФ, а молекула натрий-калиевой атефазы становится фосфорилированной. Появление фосфата на этой молекуле закрывает этот ковш и открывает его в другую сторону, наружу. И при этом это изменение конформации сопряжено с изменением сайтов связывания натрия. Они меняют свою конформацию так, что константы связывания сильно уменьшаются. Натрий не держится и вываливается. А сайты для калия наоборот переходят в свою рабочую активную форму. Они становятся с высокой афинностью для калия и связывают калий. И только после того, как калий связался, а натрий вышел, эта молекула меняет свою конформацию в непоказанной здесь части, там, где АТФ и все прочее, так, что фосфат отщепляется. Реакция расщепления фосфата, которая началась на стадии перехода из 1 в 2, заканчивается на стадии перехода из 4 в 5. Фосфат вылетел, реакция полностью закончилась, и это приводит к очередной конформационной перестройке молекулы. Она опять открывается внутрь, сайты для калия ухудшаются, а для натрия улучшаются. Цикл закончен, и можно повторять его снова и снова, перенося наружу калий, наружу натрий, а внутрь занося калий, и оба против градиента. Я сегодня сильно перебрался временем. Спасибо большое за внимание. На этом сегодняшняя лекция закончена. До следующего раза. Спасибо. До свидания. Если вдруг у кого-нибудь из вас двоих есть вопросы, то я постараюсь на них ответить. Наверное, я вас сегодня замучил, и поэтому не до вопросов. Лекции будут лежать в YouTube. Я вчера разослал наконец всем ссылку, где будут лежать лекции. Сейчас я выложу две сегодняшние лекции туда. Если появятся вопросы, мы можем их обсудить в следующую субботу. А вот вы отослали ссылку там, где должно лежать, а она не работает, если что. Не работает? Да. Там было две ссылки. Ссылка на лекции прошлого года и лекции этого года. Обе не работают? Так, вот у меня в письме только одна ссылка studio.youtube, которая... И она ничего не накрывает? Да, не работает. Произошла ошибка. Окей. Спасибо большое, что сказали. Я сейчас разошлю всем работающую ссылку. вроде. Мне казалось, я вчера проверял перед тем, как отправить. Но все перепроверю еще раз и сегодня пошлю ссылку еще раз. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. До свидания.